Рассказ Михаила Зощенко «Нервные люди». Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. Не то что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилычу последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Гречится. И через это дерется гроба, как в тумане. Оно, конечно, после гражданской войны, нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так. А только у инвалида Гаврилыча от этой идеологии башка поскорее не зарастет. А приходит, например, одна жиличка Мария Васильевна Щипцова в 9 часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит. Так приходит она на кухню, ставит примус перед собой и разжигает. А он провались совсем не разжигается. Она думает, чего бы он, дьявол, не разжигается. Не закоптела ли? Провались совсем. И берет она в левую руку ежик и хочет чистить. Хочет она чистить, берет в левую руку ежик. А другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято и отвечает. Ежик-то, уважаемая Мария Васильевна, промежду прочим, назад положьте. Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает. Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно, не то, чтобы его в руки взять. Тут, конечно же, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собою разговаривать. Шум у них поднялся, грохот и треск. Муж, Иван Степанович Кобылин, чей ежик, на нашем уме является здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный. Так и является этот Иван Степанович и говорит. Я, говорит, ну, ровно слон работаю за 32 рубля с копейками в кооперации. Улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю. И из этого, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю. И ни почем, то есть, не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться. Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жрецы, конечно, поднаперли в кухню. Хлопочет. И инвалид Гаврилович тоже является. Что это говорит? За шум, а драки нету. Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось. А кухонька, знаете, узкая. Драться-то не способна. Тесно. Кругом кастрюли. Примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного пахаре смазать? Троих кроешь. И, конечно, дело. На все натыкаешься. Падаешь. Не то, что, знаете, безногому инвалиду. С тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности. А инвалид чертова перечница. Несмотря на это, самую гущу вперся. Иван Степанович, чей ежик, кричит ему. Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут. Гаврилыч говорит. Пущай, говорит, нога пропадет. А только, говорит, не могу я теперече уйти. Мне, говорит, сейчас всю амбитцию в кровь разбили. А ему действительно в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну, и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькою по кумполу. Инвалид брыкнул и лежит. Скучает. Тут какой-то паразит за милицией кинулся. Является мельтон. Кричит. Запасайтесь, дьяволы, гробами. Сейчас стрелять буду. Только после этих роковых слов народ маленько очухался. Бросился по своим комнатам. Вот те, думают, клюква, с чего ж это мы, уважаемые граждане, разодрались-то. Бросился народ по своим комнатам. Один только инвалид Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу скучный. И из башки кровь каплет. Через две недели после этого факта суд состоялся. А нарс-судья, тоже нервный такой мужчина, попался. Прописал и житцу.